Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас Mitsubishi Lancer Lancer 10 2012 года выпуска двигатель 1.6 механика Сегодня на этом автомобиле мы заменим диск сцепления и выжимной подшипник Сцепление начало пробуксовывать в целях экономии Ну и как говорит человек я по своему опыту знаю что корзина крайне редко выходит из строя решили заменить только диск Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль открываем капот смотрим что там где и как сверху разбираем, все снимаем потом приподнимаем откручиваем колеса, снимаем привода сливаем масло и откручиваем коробку Приступаем Ну что мы здесь Во-первых мы снимаем корпус воздушного фильтра снимаем вот этот воздуховод выдергиваем вот эти две клипсы разъединяем убираем воздухоприемник откручиваем патрубок с воздушного фильтра снимаем корпус воздушного фильтра ну что рассказывать давайте в процессе как правило такие клипсы выкручиваются уже плохо вот здесь поддеваем ее отверточкой и так же второе и все после этого мы уже их можем демонтировать вот так снимаются а мы даже не будем половинить мы сейчас снимем целиком корпус откручиваем он даже не закручен кто-то уже его крутил снимаем шланг сбоку и откручиваем крепление головка на 10 вот и сняли целиком корпус воздушного фильтра теперь мы снимаем аккумуляторную батарею ну и как везде мы начинаем кстати тоже не затянуто начинаем откручивать с минусом и ставим последним минусом и и и и и и и И снимаем батарею. Снимаем крышку, здесь вот у нас клипса держим, отстегнем клипсу и снимем разъемы с мозгов. Вот этот фиксатор отодвигается. Все, откручиваем. Снимаем хомут патрубкой и патрубок снимаем уже полностью, чтобы он нам не мешал. Ослабил хомут, снимаем патрубок. Здесь у нас еще идет патрубок вентиляции, его тоже отключаем. Смотрим дальше, смотрим дальше и в процессе. Проводка обзор закрывает, снимает, где видим датчики. Откручиваем кронштейн, который у нас держит троса. Мы его открутим целиком, троса выдергивать не будем с пазов, а поднимем вместе с кронштейном. И снимем, вот здесь у нас один получается, его не видно наверное. Вот так вот. Один фиксатор у нас на стопоре. Поднимаем стопор. И выводим его. Вот у нас он снимается. А второй у нас надо вот так вот брать и стягивать с шарика. Вот все, мы тоже его стянули, отключили мы от кулисы. Кулиса у нас свободна. Также мы откручиваем вот два болта на рабочий цилиндр сцепления. Болтики там похожи на 12. Да, болтики на 12. Так, все, цилиндр мы открутили. Здесь потом посмотрим, его надо вывести, чтобы он у нас не мешал при съеме. Так, ну и, как я сказал, откручиваем кронштейн. Кронштейн у нас сидит на двух болтах на 12. Вот так. Все, вот мы освободили троса, теперь мы снимем сверху. Проводку, хотя даже нам ее не надо пока снимать, отключаем массу, тоже головка на 12, болтик на место наживлю, и отключаем вот эту. Клипсу проводки на датчик, здесь она сбоку просто нажимается с двух сторон, с одной стороны и с другой стороны. Вот эти квадратные, практически все одинаковые. Мы это возьмем вверху, подвяжем. Так, здесь у нас вот идет в клипсе трубка на цилиндр сцепления. Здесь, я смотрю, нам, наверное, придется открутить часть кулисы, чтобы вывести трубку, потому что коробку нам не даст. Жидкость мы спускать не будем, жидкость мы оставим на месте. Сзади можем открутить кронштейн, но болт находится под трубкой, крутить его будет неудобно, поэтому мы снимаем стопор. Такой стопор-шланг, как тормозной шланг, такой же он и сцепление держит. И сцепление вот мы вывели. А здесь, как мы видим, кулису придется нам, часть кулисы, снять. Так, сзади мы отключаем также датчик спидометра числа оборотов. Вот разъем я отключил. Потом у нас здесь откручиваем вот эти четыре гайки. Три откручиваем полностью, четвертую ослабляем и ослабляем верхний болт подушки. Мы кронштейн этот снимем для удобства демонтажа коробки. Головка у нас здесь на 17, шпилька длинная, поэтому головку глубокую берем. Откручиваем. Открутил я подушку. Снимать я не стал, как я и сказал, последний болтик, то есть последнюю гаечку я ослабил, но не снимал. Теперь кулису откручиваем. Головка на 14. И вот здесь вот под проводкой еще один болтик на 14. Открутил я болт второй. Вот она снялась целиком. Ну, мы ее... Можно здесь гайку открутить и отцепить. Отцеплять я ее пока не буду. Потом, не знаю, может быть пригодится, отцеплю, но пока не буду. И вот у нас видно, наш цилиндр отошел. Теперь он нам на коробке не мешает. Убрали его. Также трос. Теперь мы откручиваем стартер. Стартер у нас вот он. Он стоит спереди от двигателя. Вот здесь сверху один болт на 12. Снизу один болт на 12. В принципе, его как можно открутить сверху, так и открутить снизу. Снимать мы его полностью не будем. Мы просто его ослабили и оставляем на месте. Теперь мы откручиваем сверху болты крепления коробки к двигателю. Здесь у нас получается Разболт, головка на 12. Два болт. И вот вверху все вот эти болты откручиваем. Так, ну что, сверху я пока открутил три болта. Там, я сказал, головка на 14. Нет, там три болта, головка на 12. Больше я пока не вижу. Поэтому будем смотреть снизу. Также сверху вот на кронштейне, где подушка двигателя у нас, кронштейн прикручивается к коробке. Верхний болт один. Сверху его удобно открутить. Я его откручиваю, потому что кронштейн нам надо будет снять для удобства. Он нам будет мешать. Откручиваем его. И поднимаем автомобиль. А вот еще хотел перед тем, как пока поднимать, я хомутами подцепил всю вот эту кулису, проводку, убрал. И теперь она не висит на коробке. Ни за что цепляться не будет. Когда мы будем коробку снимать и когда мы ее будем ставить, она намешать не будет. Поэтому для удобства я сделал так. А потом хомуты раз перекусил и все налегло на место. Поднял автомобиль, снял колесо. И с одной и с другой стороны нам надо будет снимать привода, выдергивать из коробки. И чтобы они нам не мешали, мы их снимем полностью. Для этого мы откручиваем. Здесь оставляем железную отвертку в вентиляцию. И головка на 32. Откручиваем гайку. Все, пошла у нас гаечка. Так же откручиваем с другой стороны. Теперь мы откручиваем нижний болт на шаровой опоре. Что-то плохо видно. О, навелось. С обоих сторон здесь ключик на 17. Для чего этого и мы делаем? Мы шаровую опору выведем из цапфы. Цапфа у нас может отойти и выйдет привод. Откручиваем с одной и с другой стороны. Болты я выбил с шаровой опоры. Теперь сливаем масло. Вот у нас снизу болт. Здесь пробка на 24. Откручиваем ее. О, а масло мы будем менять. Масло грязное. Ладно, пока у нас сливается масло мы откручиваем вот этот ключок на маховике. 4 болтика М6 головка на 10. Вот сняли лючок. Масло у нас стекло. Закручиваем пробку. Выдергиваем шаровую опору. Я здесь попробовал нашевелиться. Вот есть здесь такое окно в рычаге. берем, вставляем в фомку. Помогаем рукой. И все, шарва у нас вышла. Теперь мы сможем уже спокойненько вытащить привод. Вот наш привод вышел. Что нам сейчас надо? Нам сейчас надо его выдернуть из коробки. Берем также монтажку. Вот здесь поддеваем его. Все. Он у нас вышел из коробки. Вытаскиваем. И точно так же вытаскиваем со второй стороны. Откручиваем болт передней подушки. Здесь на 14 болт и гайка. Сняли его. Теперь откручиваем вот эту лыжу. Здесь у нас два болта и один болт сзади. Сейчас мы их открутим и снимем лыжу. Болт на 17. откручиваем. и откручиваем вот здесь. болт на 17. Все. Вот этот кронштейн мы убрали. Теперь нам надо убрать вот этот кронштейн. но чтобы его убрать нам надо снять подушку. Снять подушку. Здесь вот болт у нас и вот болт. Хотя хотя попробуем сейчас. Если вот этот болт у нас сейчас выкрутится мы просто ослабим отодвинем и поднимем этот кронштейн не будем не будем снимать. Так. Ну что? Болт у нас выкрутился. Он не вытаскивается, но он выкрутился. Поэтому мы откручиваем верхний сейчас сзаду ослабляем болт вот этот на подушке. Немножко здесь отодвинем коробочку вперед и сможем кронштейн поднять вверх. И он нам мешать уже не будет для съема. Поэтому саму подушку мы оставим не будем трогать. Сзади три болта я немножко поддомкратил двигатель этот болт я открутил полностью и вот сейчас я докрутил третий болт все кронштейн можно полностью снять теперь теперь нам он не мешает у нас остается только крепление двигателя вот эти вот болты три штуки мы их откручиваем они также на 12 и сможем уже немножко приопускать двигатель и снимать коробку все в данный момент у нас коробка соединена только вот этим болтом одним вот и я даже его сейчас покажу начинаю откручивать и видно зазор между коробкой и двигателем увеличивается видите вот он зазор снимаем сзади на подушке последнюю гайку и снимаем верхний болт и будем уже я наверное сейчас под двигатель здесь подпорку поставлю да я сделал подпорку сейчас под двигатель и переставлю гидростойку под коробку и не буду никого звать сниму сам получилась у меня вот такая конструкция я поддон здесь замаховик она никуда не денется в поддон положил досточку упер поставил трубу квадратную и переставил упор под коробку сейчас коробку я приопустил и снял вот здесь вот сверху у нас который кронштейн был я его снял полностью теперь откручиваем последний болт который у нас держит коробку вот этот вот все коробка у нас получается полностью откручена теперь берем и потихонечку ее отводим и опускаем и Вот и все, коробка отошла. Чуть-чуть ее приопускаем и выводим. Погорячился, помощник нужен, чтобы снять коробку со стойки. Тяжелая. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.